Прошло уже больше недели с тех пор, как Мауи был охвачен смертоносными лесными пожарами. Поиски жертв продолжаются. Число погибших растет и постепенно становятся известны имена погибших. Смертоносный пожар в городе Лахайне, Гавайи, популярном месте для туристов, начался с возгорания кустарника и охватил город 8 августа. Став одним из самых смертоносных лесных пожаров в стране за последние более чем 100 лет. Было повреждено или разрушено более 2200 строений. На данный момент пожар почти локализован. Подтвержденное число погибших 114. Около тысячи человек числятся пропавшими без вести. Это крупнейшее стихийное бедствие, с которым мы когда-либо сталкивались, заявил губернатор Гавайев Джош Грин. Восстановление после этого стихийное бедствие займет невероятно много времени, сообщает Нью-Йорк Таймс 19 августа 2023 года. Мир вам, братья, сёстры, христиане! Просто ужасающий пожар в Соединённых Штатах Америки, в штате Гавайи. 114 погибших, более тысячи пропавших без вести. Это понятно, что многие из них будут тоже умершими, много пострадавших. 2200 строений и 850 гектаров. Понимаете, какой масштабный пожар был? Что можно сказать, братья, сёстры? Вы знаете, часть мы несём ещё адамовых проклятий. За грех Адама и Евы в своё время. То, что жёны рожают в муках, и то, что мужчины должны работать в поте лица. И сорняки, и другие проклятия на земле. Ну, а часть несёт люди из-за грехов. Что могу сказать по этому поводу? Я вам не раз говорил о информации, где Соединённые Штаты Америки во многом ослабли в христианстве. Уже считается, что даже не набирается половина людей, как в Соединённых Штатах Америки, которая считалась христианской страной. Да и сейчас, конечно, можно ещё нести к христианской стране, в которой многие люди из Соединённых Штатов Америки были, как евангелисты, в других странах, и распространялось Слово Божие. Уже нет даже 50% людей, которые называют себя христианами. Не говорю уже о духовном состоянии даже тех людей, которые называют себя христианами. Просто печально. Но вместе с тем всё больше и больше входит в среду и вот это ЛГБД, мнение грехи мужелодства и тому подобное. И, конечно же, мы находим, что в последнее время, в последние несколько десятилетий в Соединённых Штатах Америки участились разного рода стихи неебествия. И это тоже не исключение. Не исключение, почему, братья и сёстры, курортное место. И, конечно же, во многом, я думаю, там тоже было и разврата, и наготы, и всего остального. То есть просто, можно сказать, место, которое наполнено бесами и грехом. Поэтому нужно многим христианам в Соединённых Штатах Америки каяться и освящаться Россией духовно, становиться, скажем так, такими сильными, настоящими, бодрыми христианами и молиться о том, чтобы Соединённые Штаты Америки не опускались всё более и более вниз, братья и сёстры. Молиться, усиленно молиться. Аминь. Аминь.